Цены поднимаются, сахара нет, и один из подрядчиков, поставщиков питания нам говорил о том, что запасов сахара в принципе не хватит за каникул. Какие возможные сейчас рассматриваются меры по поддержке или пересмотру контрактов, может быть, условий для того, чтобы у нас дети в школах не остались без питания или без существенного ухудшения, например, питания? Ну, что касается питания, пересмотра контрактных документов не предусматривается, подрядчик, закупая продукты, у него есть определенные места, сахар имеется в наличии на производстве, то есть у нас проблем с этим нет, ажиотаж устроен здесь у нас, а так, где они закупают, то есть у них все эти точки есть. То есть им еще никто не отказал. Из организаторов питания никто не обращался, что у них какие-то проблемы существуют. У нас все идет своим чередом, свои обязательства они выполняют. Организация питания идет качественно, в соответствии с договором и контрактом. Если позволю, то тоже в продолжении этого вопроса и ответа, вы знаете, если мы увидим и будет обращение от поставщиков питания по повышению цен, не в рамках спекуляции, да, то, что сейчас они начнут это трактовать, цены повысились, у нас повысится питание. Это будет недопустимый момент. Если по той продуктовой корзине, с которой мы работаем сегодня, если мы увидим, что будет в этом необходимость, соответственно, договора будет пересмотрена. А говорить о том, что у нас бабушки скупили весь сахар, это о чем я поднимал вопрос, в магазинах, да, и торгуют им сейчас. Ну, я как бы не буду утверждать, но тем не менее озвучиваю. В авито, на каких-то там площадках в городе продают сахар стаканами, килограммами по 200 рублей. Вот этот момент недопустимый. Мы сами создаем ажиотаж, а потом с ним боремся. Так это понятно, но неужели Екатерина Солдатова не видит в этом проблемы? То есть нужно сейчас думать, даже если поставщики, может быть, и не вышли, опасаясь чего-то, или разрыва отношений, или записи недобросовестных подрядчиков, это не значит, что проблемы нет. Если закрыть глаза, это не значит, что мир исчез. Сахар у поставщиков по 80 рублей. Не надо говорить о том, что он ранее был 50, 60, 40 рублей. Нельзя говорить о том, что он есть. Он есть, но он по другой цене. Соответственно, мы выбиваемся из нормативов питания. И на все продукты подорожания, не надо говорить, что его нет. Значит, проблема есть. Я повторюсь, если мы увидим подорожание цены, если поставщик нам обоснует это, то цена контракта будет пересмотрена. Хорошо.